приветствую вас дорогие зрители это канал путешествия не только и это кавказская поездка 2019 сейчас я с вами нахожусь в столице грузии тбилиси мы сейчас находимся на высоте ну где примерно 750 метров над уровнем моря вся вон та гора еще выше на 700 вообще метров 1000 сегодня мы с вами отправимся на алазанскую долину и посетим город давай погнали давайте я вам приближу все эти виды замечательные это вот телебашня телевышка которая очень похожа на вильнюсскую из-за этого вот ее круга дальше идем горы проходит строительство зданий наверно каких-то бизнес-объектов дальше вот здесь вот идет видимо связь на этой горе а тут видимо да это школа вот такие вот тут вот средние школы школа ну-ка давайте посмотрим как она называется школа видимо 90 номер 98 а это наш новый автобус его поменяли кстати вот как выглядит отель с улицы а мы с вами на лозаннскую долину ждем автобуса мы будем еще сейчас забор и троица река гура уже велись и прощает как у вас я особо не хочу потому что на завтра с вами ходит а сейчас мы едем на лозаннскую долину и сам раз напоминал короче у нас уже первая техническая просто обыкновенная остановка говорил вам не буду показывать пилиси сегодня но к сожалению придется потому что маленькая скромная площадочка обзорная протекает река куран она вся мы видим желтая ну потому что реки здесь понятно все горные мы находимся сейчас в городе талави уважаемые дамы и господа мы с вами прибыли в город талави это столица региона кахетти сейчас наверно тут будет у нас такая экскурсия и по самому городу и по этой лозаннской долине первая наша с вами остановка это вот это вот дерево которому уже нам сказали это 900 лет я не знаю это похоже что-то на клён но непонятно на прям от этого дерева такой шикарный вид надо будет фоточки потом сделать жаль в автобусе оставил эту обычную камеру так что приблизил бы приходится он только так высохшие реки в грузии на фоне с алазаннской долины ну вообще наша сегодняшняя точка это вот а лавердинский монастырь и лавердинская крепость да мы наверно сейчас мы сейчас вообще ходим посмотрим что это такое короче мы заходим в этот монастырь думал о чугвейте все это как видите все это в аутентичном состоянии монастырь построен в 11 веке и ничего никогда не реставрировалось все это как было так и есть вот когда поклоняющие мы находимся прямо в аутентичном состоянии кстати мы здесь все очень неприглядное место пустынное и вот когда мы находимся так чтобы айта вы наверняка задумывались вопросом что это вот древнее дерево которому тысячи 500 лет. Долгое время старались прижить его и добились, видите, вот пускает листья. А это еще одно такое озеро, это озеро, называется озеро Илья, который находится тоже на Лозангской долине. Я ставлю такой воде, вода теплая. Я аж не брал ничего, я даже аквабокс не брал, у меня в Тбилиси остался. Я не знаю, как люди здесь загорают, вот на этих плитах, но пейзажи красивые. Знаете, чем-то мне напоминает это наши карьеры. Здесь это, наверное, быстрее всего гостиница. Карьеры наши, я как сказал, напоминаю, но здесь просто только горы повыше. А так, в принципе, это, наверное, какой-то курорт здесь, потому что здесь все оборудование, вот видите, баскетбольная площадка дальше, футбольная, тут велосипедная дорожка, которая тянется далеко довольно. Так, виды неплохие. Ну что, люди, как вы думаете, что здесь написано? Пишите в комментариях, будем сами узнавать вместе. А вообще, знаете, дорогие зрители, сегодня какой-то день такой непонятный. Нас возят, возят, а они еще вам показывают. Ну вот сейчас вот у нас сейчас такая вот остановка вот на этом вот озере. А сейчас на этот, на, как его, на виноводческий завод мы поедем. Короче, очередная буханочка будет, что и вчера. То есть такого адреналина, который был вот вчера с этими горами, ну такого сегодня нет. Да и вряд ли уже будет, ну только на море уже. Короче, мы на виноводочном заводе. Я ничего, конечно, не понимаю, в результате адреналина, но вот так вот выглядит это вот все. Ну, сами видите, какие-то бочки стоят. Вообще, как нам сказали, этот виноводочный завод самый новейший. Был построен в 2015 году. Делают по итальянской технологии. Но есть один, который здесь прохладный. Тут можно охладиться. Вот такая, люди, бочка стоит 1700 евро. Ну, должна вот такая надпись быть. Я сейчас нахожусь возле замка Грэмми. Там была потом дегустация, которая длилась час. Я не знал, во сколько я приеду домой. Точнее, в Тбилиси. Наверное, в 12. Может быть, в первом часу. Вот сюда. Я хочу здесь. А сам замок вот так вот. Здесь жила. Там стальня, эти, фуалеты. И везде. Здесь жила. Там стальня, эти, фуалеты. И везде. А ты, наверное, меня тренировал. А тебе бы хватило нервов? Надей. спустя через три часа проехал в автобусе еще назад 120 140 километров даже я снова оказался в этом отеле пилиси я надеюсь что такого не будет как сегодня какой-то здесь непонятный вы какой-то хреновый с автором нас с вами пятый день на завтра у нас будет обзор города тбилиси но если будет такая же хрень как сегодня то этому опять не буду рад потому что там с этим вином было дегустация целый ждал пока все люди там не закончат значит значит город обзор с пилиси этим город боржоми и уже движемся в сторону моря то есть самое интересное у нас еще впереди будет но пока лайк подписка комментарий колокольчик всем удачи берегите пока пока